В этот день, 10 августа 1787 года, османская Турция объявила войну России с целью возврата Крыма. Полуостров был присоединен к Российской империи за несколько лет до того. 10 августа 1958 года построена Куйбышевская ГЭС, одна из крупнейших гидроэлектростанций в СССР. В этот день, 10 августа, родились Александр Столетов, русский физик, крупный исследователь явлений электромагнетизма и оптики, брат известного полководца Николая Столетова. Александр Глазунов, русский композитор, известный музыкальный педагог. Один из его учеников – Дмитрий Шестакович. Михаил Зощенко – писатель, мастер сатирического рассказа. Жизнь писателя была похожа на калейдоскоп. Он с легкостью поступил на юридический факультет Петербургского университета и стал блестящим студентом, а в свободное время писал рассказы. Студенческую жизнь прерывала Первая мировая, и Зощенко ушел на фронт добровольцем. Он был кунг взвода, прапорщиком, командовал батальон. За храбрость получил пять орденов, перенес отравление газами, которое вылилось в порог сердца. Был ранен, и в госпитале у него началась депрессия, которая будет сопровождать его до конца дней, обостряясь в периоды переживаний. При временном правительстве Зощенко был начальником почты, а затем и телеграфа. Ему пришлось поработать секретарем полкового суда в Архангельске и комендантом главпочтанта в мятежном Петрограде. После революции Зощенко попал на пограничную службу в Кронштадте, а потом ушел добровольцем в Красную Армию. Демобилизовался Зощенко в 19-м году и сразу взялся за перо. Его жизненный опыт, накопленный на военных дорогах, требовал, чтобы писатель им поделился. Но его путь в литературу не был легким. Его литературно-критические очерки не заинтересовали ни одну газету. Стоял вопрос об элементарном пропитании. Из Зощенко днем работал столером, а вечера посвящал литературному творчеству. Писатель попробовал себя, казалось, во всех профессиях. Был даже сапожником и никогда не жалел об этом. Каждый день он сталкивался со множеством людей, которые не уставали удивлять его своими историями, одновременно комическими и трагичными. Это определило жанр произведения Зощенко – сатирический рассказ. Первый успех пришел в 1922 году с книгой «Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова». Книга заинтересовала и читателей, и издателей, открыв Зощенко дорогу в литературу. И он наконец-то получил возможность работать не в стол, а для читателя. Рассказы пишутся один за другим практически без перерыва, и книги издаются одна за другой. До 1946 года вышло их 90. По состоянию здоровья Зощенко не мог воевать во время Великой Отечественной. Но те годы он ногой упор на работу. И сценаристом на Мосфильме, и в театрах, и писал пьесы по своим рассказам. Может показаться, что его литературная деятельность была стабильной и успешной, но это не так. Зощенко так упорно критиковали, что это приняло вид травли. Его обвиняли в пошлости, в мещанстве, в отсутствии патриотизма, а политичности бытовухи. А он бросался на защиту своих героев с их мелкими, но такими важными для них проблемами. Он любил их, смешных, порой жалких, и был уверен, что их черты можно найти в любом человеке. Я не хочу сказать, что у нас все мещане и жулики, и все собственники. Я хочу сказать, что почти в каждом из нас имеется ведь та или иная черта, тот или другой инстинкт мещанина и собственника. Журнал «Литературный современник» в 1941 году издал большой филитон о творчестве Зощенко, последней строкой которого были слова. Советую Михаилу Зощенко перестать писать о мещанском болоте, который без того отживет свой век и никого не интересует. В 1946 году Зощенко фактически удалили из литературы. Этому способствовал доклад Жданова, в котором писатель был назван подонком русской литературы и кривитником на советских людей. По становлению МЦК ВКПБ от 14 августа 1946 года Зощенко был исключен из союза писателей, лишен и пенсии, и продовольственных карточек. Навалившиеся нищета, одиночество и переживания из-за незаслуженных оскорблений окончательно подорвали здоровье Зощенко. Летом 1958 года писатель скончался. В остановлении в союзе писателей Зощенко был посмертный, в годы перестройки. И хотя споры о ценности его творчества не утихли до сих пор, нужно признать, кроме него никто не мог так живо, правдиво и интересно рассказать про жизнь самого простого человека. И его произведения актуальны по сей день, быть может больше, чем в то время, когда они были написаны.